Большинство ушло в себя. Привет людям в рядах. Не, нельзя проводить референдум с таким вопросом. Поэтому как жители Петербурга проголосуют, так и будет. Здравствуйте, дорогие друзья. Хотел в этот раз обойтись без темы Навального, не получится, к сожалению. Поэтому коротко, но тем не менее. Поскольку на многих ссылках наших появились комментарии, что, дескать, вот вы отказываетесь поддерживать Навального, значит вы за коррупцию. Ну, только маленький штрих и маленькая ремарка. Давайте вспомним классику. Ну, почитайте вы 12 стульев, честное слово. Остап Бендер, Союз Меча и Орала, где он провозгласил помощь детям. Вот помощь детям, святая тема, не подкопаешься и за границей нам поможет. Ну, честное слово, аналогии напрашиваются сами собой. Ну, вы посмотрите. Борьба с коррупцией, это тема, то есть, беспроигрышная во все времена. Еще Борис Николаевич шел бороться с привилегиями, ездил на борьбу на эту, аж в троллейбусе. И за ним бегали телерепортеры, я уж не помню, каких там тогда новомодных появившихся демократических каналов. И рассказывали, что вот он, вот он народный-то герой и лидер. Он вот на борьбу с партноменклатурой аж на троллейбус пересел. Ну, чем все дело закончилось, мы помним. По золотой, огромными вообще тратами на себя любимого, на содержание, на охрану. Ну, а уж кульминация это человек, который шел во власть тогда бороться с коррупцией под лозунгом «Вся власть советом» в 93-м году из танков расстрелял эти самые советы. Поэтому давайте смотреть в корень и не реагировать на те посылы, которые сами великие комбинаторы вам выдают. Просто смотрите, кто и что это пропагандирует и говорит. Все, закрываем тело Навального. А обсудить хотел бы сегодня вот какую тему. На прошлой неделе неожиданно, для многих неожиданно, даже для, я думаю, для тех, кто эту тему активно пропагандировал и думал на ней, вот, как на запретной повоевать, неожиданно городская избирательная комиссия города Санкт-Петербурга одобрила проведение референдума городского по теме «надо или не надо передавать Исаакий гражданам в черных рясах». Вот, это, на мой взгляд, как мне показалось, повергло в шок законодательное собрание, вернее, ту часть, которая принадлежит к партии власти. Депутатского корпуса по одной простой причине. Теперь ответственность лежит на них. В течение 20 дней после решения городской избирательной комиссии они должны принять, утвердить это решение. Фактически назначить референдум. Но, как я понимаю, у господ единороссов просто язык не поворачивается. Они резко ушли в себя, не дают комментарий. Некоторые попытались комментировать, сейчас мы на этом остановимся. Но большинство ушло в себя и прекрасно понимают, что сейчас они оказались, таким козлом отпущения. Если они сейчас одобрят референдум, надо понимать, что инициатива с передачей Исаакия на этом референдуме будет торжественно волей народа, глазом народа, глазом божьим. Привет людям в ряцах. Глазом божьим будет торпедировано. Это надо понимать. Настроение все опросы показывают. А если, собственно говоря, встанет вопрос, то на него даже пойдут отвечать те, кто, может быть, и не хотел. Сидел, смотрел по телевизору, как это все забавно, когда одни проводят митинги, другие проводят крестный ход. Поэтому назначит референдум, значит провалить идею, за которую выступала и кивала головами, уже успела покивать большинство депутатов от партии власти. А если задробить референдум, то становится понятно, что народные избранники на самом-то деле против того, чтобы дать слово народу. Вообще просто не хотят слышать тех, кто, собственно говоря, является, как говорил незабьенный Владимир Владимирович в свое время, является их работодателем. Народ. И тут интересно вспомнить комментарий одного из депутатов-единоросов, не будем его называть, не столь важно. На самом деле они такие все, довольно похожие, одинаковые. Он сказал, что нельзя проводить референдум с таким вопросом. Потому что передача намечена в связи с исполнением федерального закона. А референдум тогда, значит, будет идти в разрез с федеральным законом, принятым в Государственном Думе, утвержденным в установленном порядке. И тогда, значит, не может город Санкт-Петербург, жители северной столицы, высказываться против федерального закона. Тут следует сразу два замечания сделать для депутата, который, когда шел на выборы, вроде как позиционировал себя как юрист. Во-первых, помимо федерального закона о передаче зданий религиозного назначения религиозным организациям, подчеркиваю, религиозным организациям, нигде в законе не прописано, что передача РПЦ, а просто организациям. Это раз. Но, помимо этого закона, есть еще один замечательный федеральный закон. Сейчас, чтобы не запутаться, звучит он. Федеральный закон о музейном фонде и музеях. А смысл в чем? В этом законе прописано, что изъять недвижимость у музея можно только в двух случаях. А именно, если музей ликвидируется, или же музейное имущество используется не по назначению. Ну, скажем, в коммерческих целях, в аренду сдается, в субаренду или так далее. То есть, когда музей проштрафился, либо когда музей ликвидирует. В случае с Исаакием ни того, ни другого не происходит. А значит, в принципе, можно ссылаться и на этот закон. Два федеральных закона, которые, на самом деле, между собой вступают в противоречие. Мы сейчас не будем рассматривать, что религиозная организация даже еще не обратилась с просьбой о передаче. Просто вот есть два закона. Сторонники передачи Исааки апеллируют к одному. Ну, защитники от того, чтобы Исааки остался общегородским, общенациональным достоянием, соответственно, апеллируют к другому. Но, позвольте, друзья мои, есть же еще Конституция Российской Федерации, в которой написано, что главным источником власти в России является народ. И что, как не референдум, является прямым отправлением этой конституционной нормы со стороны граждан Российской Федерации. Так что, уважаемому депутату от Единой России, наверное, следует зарубить себе на носу, что если по Конституции народ имеет право, и он проголосует, то его задача, как слуга народа, он просто обязан выполнить то, что решат граждане, взять под козырек и быстренько выступить с инициативой переписать неправильный или идущий в разрез с волей народа какой-то там федеральный закон, который придумали одни чиновники, а другие от партии власти его утвердили. Но, помимо паники относительно решения, возвращаясь из Беркома, у депутатов, добавилась паника буквально на днях, я думаю, от того, что сделал заявление по этому поводу незабвенный Сергей Иванов, в свое время возглавлявший администрацию президента, давний соратник еще по временам КГБ самого-самого. А сейчас занимающий специально созданную, если ничего не путаю под него, должность спецпредставитель по вопросам экологии и транспорта. Казалось бы, вопросы экологии и транспорта вообще близко не лежали. Тем не менее, Сергей Иванов, комментируя вопрос с передачей Исакия, оговорился на медиафоруме в Санкт-Петербурге, опять же, не где-нибудь, а в северной столице, и сделал следующее заявление. Вообще-то неправильно, что у народа не спросили мнение по такому важному вопросу. И теперь мы складываем, прекрасно понимая, что на самом деле избирком структура несамостоятельная. Она зависит от двух стоящих на дне начальников. Формально не стоящих по целому ряду вопросов, но мы прекрасно все понимаем. Во-первых, губернатор города. И достаточно вспомнить, что когда понадобилось Смольному, то избирательную комиссию незадолго до выборов возглавил один из глав района. То есть, человек, вписанный вообще в административную вертикаль власти. Это значит, одна башня, на которую ориентируется избирком, а вторая, естественно, центр избирком. И мы помним, как городской избирком менял тут свое мнение во время выборов, когда только чуть-чуть поднимали бровь в центральной избирательной комиссии. Сразу же процент падал брака, нерегистрируемые кандидаты регистрировались. В общем, все было хорошо. В любом случае, избирком в своем решении, скорее всего, не был самостоятельным. И это еще один повод для серьезной головной боли для представителей партии власти, которые очень сильно топали ногами, что Исааке надо передать как можно быстрее. Ведь, если мы откатимся к самому началу всех этих споров, то вообще-то изначально то распоряжение, которое подписал, насколько я помню, губернатор, расписывало, что процесс передачи будет занимать, внимание, 24 месяца. То есть, два года. Почему два года? Очень просто. За этот срок как раз мы бы плавно подошли к 2018 году к выборам президента. И вот тут у нас как бы сходятся эти два события. На мой взгляд, они сходятся. Очень неплохо и очень интересно. Весь ажиотаж вокруг Исааке сейчас будет подхлестнут и подверстнут под тему референдума. А его всеми правдами и неправдами для властей было бы, наверное, интересно и выгодно и правильно вывести на март будущего года и совместить с президентскими выборами. Казалось бы, что это дает? А очень просто. В северной столице это даст неимоверную, я бы, наверное, даже предположил, что в каком-то смысле рекордную, по крайней мере за последние годы, явку на выборы. Как я уже говорил, даже те, кто вообще не очень интересовался политикой, и это показали митинги, которые прошли в защиту Исаакия на Марсовом поле, туда пришли люди, которые обычно были далеки от политики. Музейные работники, просто хорошие питерские интеллигенты, люди, которых возмутил сам факт, что общественное, национальное, народное достояние хотят отдать маленькой такой сплоченной группе, обслуживающей свои, ну, какие-то свои корыстные интересы. Не будем сейчас называть кого что, но в любом случае такое вопиющее событие всколыхнуло и потянуло в эти политические процессы людей, которые были от них далеки. Из чего можно сделать вывод, что эти же люди, скорее всего, захотят свое мнение все-таки зафиксировать и на референдуме. А значит, совмещая референдум с выборами президента, те, кто все это инициировал и поэтапно сейчас вбрасывают эти дрожжи в эту тему, чтобы она бурлила, поднималась и кипела в нужный момент, просто повышают явку на президентские выборы, что, собственно говоря, я уже и говорил, является, наверное, одной из главных задач подготовки властью выборов президента. Потому что, я думаю, в проценте, который наберет главный кандидат, мало кто сомневается. Но при этом надо понимать, что процент даже, давайте округлим, 80%, набранные победителем от 40% пришедших избирателей, это, что у нас получается, в районе 30%, 32% от всех имеющих право голоса. То есть, это треть. А если на выборы придет 80%, давайте помечтаем, всколыхнуть вот так вот, их побудить, прийти, и тогда полученные 80% победителем от 80% явки, если, опять же, на вскидку, получается 2 трети голосов, и тогда уже легитимность ни у кого не вызывает сомнений, по крайней мере, у тех, кто любит апеллировать к этим цифрам, не особо вдаваясь, каким путем они будут получены. Ну, а как получить, я думаю, тоже, наверное, не изобретую велосипед. В предвыборном штабе Владимира Владимировича уже все это давно отработано и изобретено. Скажем, на большой пресс-конференции, которая будет по совпадению, наверное, где-нибудь в начале следующего года, вот у нас сейчас сдвинули прямую линию с президентом, наверное, пресс-конференция из-за этого должна будет пройти, ну, скажем, в феврале следующего года. И там, отвечая на такой же вопрос, как отвечал сейчас Сергей Борисович Иванов, отвечая на вопрос, что там с передачей и с мнением народа, Владимир Владимирович, улыбаясь, демократической улыбкой скажет, «Ну, вы же понимаете, у нас демократическая страна, и мы должны безукосновно выполнять волю народа, поэтому как жители Петербурга проголосуют, так и будет». И тогда счастливые избиратели пойдут на выборы, высказать свою точку зрения, ну, и поддержать, конечно же, такого просто добродетеля, который готов слышать, слушать и внимать чаянием народа. Ну, вот, что касалось референдума, его темы, которая вот так вот была вброшена неожиданно в пространство, уже более официальная, нежели просто инициативная группа, которая подавала заявку, со второй попытки ее подала. Теперь, как я напоминаю, 20 дней есть на раздумье у городских депутатов. Если они не примут, скорее всего, это решение будет продавлено через суд. Если там тоже будут заминки, можно будет подключить Конституционный суд, который докажет, что граждане имеют право проводить референдумы, высказывая свою точку зрения. И тогда-то мы, собственно говоря, и увидим весь этот, на мой взгляд, не очень хитрый, но довольно такой эффектный сценарий. Ну, до новых встреч. Всего доброго.